Великий и многострадальный Цель совершенно очевидна. Первое, она заключается в том, чтобы привязать миф о больших землях, о Великой Армении к своим территориальным притязаниям. С другой стороны, опираясь на выдуманный тезис, связанный с исключительностью армян, как бы отложить в сторону признание международного права как единственного краегольного камня для сегодняшнего мироустройства и, как следствие этого, выпячивая свою исключительную роль, свою многострадальность и так далее, постараться сбить международное общественное мнение в том плане, что армянские амбиции, армянские, я бы сказал, ничем не оправданные желания должны быть воплощены в реальность. Об армянских фальсификациях и вымыслах говорили на конференции в Баку. Мероприятие организовано Агентством по авторским правам Азербайджана «Международный день интеллектуальной собственности». Своими трудами по названной теме делились ученые, историки, эксперты, депутаты, представители учебных учреждений страны. Тюркский след в древних текстах, клинописных текстах, в Месопотамии, в первую очередь аккадоязычных текстах. Я лично сам больше 10 лет изучаю этот вопрос. Этот язык распространялся от Балкана, Греции до Индии. На такой общей географии аккадский язык имел такую вот весть. Теперь эти аккадские слова, которые через сирийские, арамейские тексты перешли в армянскую лексику, а это произошло в начале Средневековья, некоторые армянские ученые, языковеды, пытаются их представить как прямые заимствования с аккадского языка. Не с арамейского, а сирийского, а с аккадского. Зачем это делать? Они каким-то образом древнесть армянского языка хотят удревнить и показать якобы каких-то мнимых контактов армянского языка с аккадским языком. Тема нашего семинара, она не случайна. Дело в том, что вот в этот промежуток попадает и, как известная вам, славутая дата надуманного армянского геноцида 24 апреля. Очень многое в истории, так сказать, надуманного и, прежде всего, если уж говорить прямо, самое надуманное – это историческая мифомания, которая является, я бы сказал бы, в определенной степени, я бы сказал бы, в некой степени национальным талантом для армянства. В разные периоды истории и возникновении многих войн армяне всегда играли роль подстрекателей, заявил, в свою очередь, член парламента Азербайджана Фаттах Кейдаров и подчеркнул. Вот и сегодня, отказываясь освобождать оккупированные земли Азербайджана, армянская сторона желает, по сути, начать новую мировую войну. Вместо того, чтобы дать возможность миллиону беженцев и вынужденных переселенцев вернуться в свои дома, вместо того, чтобы жить с соседями в мире, армянская сторона пытается решить карабахский вопрос военным путем. Азербайджан, напротив, желает урегулировать конфликт мирно, демонстрирует дружественные отношения с другими государствами и желает жить в мире с соседом по региону. Вести мировое сообщество заблуждений армянской стороне не удастся. Международные структуры поддерживают территориальную целостность Азербайджана, а известные местные и зарубежные ученые и историки разоблачают историческую мифоманию псевдодеятелей Армении. Фальсификация армянскими националистами истории, напротив, свидетельствует о том, что армяне – это пришлый на Кавказ народ. И для того, чтобы скрыть эти факты, они и выдумывают выгодные им сказки. Что же касается оккупированных земель Азербайджана, Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов, то там армянские вандалы уничтожили и разрушили культурное наследие азербайджанцев, стремясь таким образом показать, что якобы азербайджанцы на этой территории никогда не проживали. Субтитры создавал DimaTorzok